День автомобилиста сегодня отмечают и в клубе развлечений Гауди. Сегодня там находится наш корреспондент Анастасия Шерстнёва. Позже мы с ней свяжемся и узнаем, что там приготовили для кировчана. Пока к другим темам. Сто лет с момента создания в этом году торгово-промышленные палаты страны отмечают юбилей. Началом их деятельности послужило положение о торгово-промышленных палатах. Его приняли век назад. Новый закон предусматривал учреждения территориальных ТПП и обязательное членство в них всех хозяйствующих субъектов. Сейчас этот институт включает в себя 180 палат, более 50 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности. Членов палаты, а также различные объединения предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. Отмечу, что Вятская торгово-промышленная палата была создана позже, лишь в марте 1993 года. Поговорить о роли торгово-промышленной палаты и истории Вятской ТПП мы позвали президента нашей палаты Николая Липатникова. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Можно несколько слов о зарождении палаты на территории нашего региона? Конечно. Вы знаете, судьба так сверла, когда я был председателем Кировского городсовета, теперь это называется глава города Кирова. Меня судьба сверла сам генерал-директор франко-российской торгово-промышленной палаты. И когда мы обсуждали вопросы развития предпринимательства России во Франции, мы поняли, что есть механизм. Во Франции он существует многие годы. Например, в Марселе что-то уже 5 столетий торгово-промышленной палаты. И вот вы уже в вступительном слове говорили, что 100 лет назад, это 19 октября по новому стилю, 6 октября по старому стилю, было принято постановление о заботном положении временным правительством России. Что удивительно. Казалось бы, временное правительство, что дел мало, и взялись проблематикой торгово-промышленной палаты. Почему? Да потому что в мире эта парагика столетиями существовала. Это серьезное связующее звено между властью и промышленниками, властью и купцами. То есть те, кто производит, то продает, то фактически беспейся оборот капиталов. Отсюда и налоги, потому что налоги не падают ниоткуда. Ну вот мы пришли тогда к разговору со звонком, что почему же у нас на Верке в Кировской области нет такого инструмента эффективного, который действует во многих странах мира и в Российской Федерации. А как изменилась жизнь предпринимателей в тот момент, когда появилась палата? Ну вы знаете, вы знаете, сначала было так, что бандиты того времени, а они были, это 90-е годы, поняли, что торгово-промышленная палата это какое-то серьезное торговое предприятие, и надо обязательно наехать. Наехать, и наехали, и наехали. Ну, спасибо правоохранительным органам, они, видимо, провели такую разрешительную работу популярную, и все это прекратилось напрочь. Предприниматели тоже не все понимали, что это такое, что за палата, чем торгуют. Ничем мы не торгуем, кроме интеллекта, кроме возможности связывать между собой потребности власти и бизнеса, кроме того, чтобы обобщать потребности бизнеса, их нужды, их чаяния, и доводить до органов власти, до депутатов в том числе. Потому что те законы, которые принимаются депутатами, есть те, кто не принимается в целях, так сказать, благих, но, к сожалению, если они напираются на экспертного сообщества, а просто вызывают какие-то пожеланиями, они работают. Ведь в чем, на наш взгляд, по оценке наших экспертов, сегодня проблематика ряда российских законов. Они не имеют механизма реализации. Вот давайте пример на бытовом уровне, и все, и больше не будет никаких примеров. Есть закон, запрещающий говорить по телефону за рулем. Кто его выполняет? Никто. И дальше я даже не буду проводить. Поэтому наша задача, и у нас эксперты, механизмы, работают, чтобы на стадии принятия закона предприниматель мог высказать свое мнение. Таких примеров много. И послушиваются, и в принципе, да. Обязательно. Я скажу вам, знаете, вот у нас только последние дни, примеры последних дней. Правительство Кировской области занялось серьезно, скажем, повышением эффективности использования лесов в Кировской области. Лес – наше богатство. Это мы пишем везде. Лозунги. Почему-то в последнее время только. А эффективность? Нет, говорили там много, все время. А эффективность использования леса мало. В последнее время решили заняться, поанализировать. Но без экспертной оценки понимаем, что можно все или много превратить в бумаги. Вот что ты. Самое страшное для бизнеса сегодня – это никому не нужны отчеты. Правительство области прислушивали, депутаты прислушивались. И сегодня возглавлена рабочая группа, которая данный документ доводит до понимания. Вот совершенно свежая ситуация. Мы возвращаемся к 2011 году. Обстановка складывается опять по российским железным дорогам. Сегодня, вот при живом ноябре месяце, мы ожидаем резкого ухудшения поставок вагонов для отгрузки леса, продукции наших предприятий, химических, машиностроительных. Мы ожидаем. Почему 2011 год? В 2011 году я выступал на встрече с премьер-министром России в то время Путином Владимиром Владимировичем. И как бы предсказал наперед, прошу прощения, это вот не слова популистские. Все это в документах, записях, архивах, фильмах осталось. И мы говорили, что передача полностью этого самого подвижного состава в частные фильмы в то время, она приведет к тому, что привело. А сейчас, какую роль сыграет палата в данном случае, в данной проблеме с ЖД-трансом? То же самое, я надеюсь, что мы тогда сыграли Путином Владимиром Получения. С той поры на системной основе работали комиссии при Горьковской и других железных дорогах. И мнение предпринимательского сообщества всегда учитывалось. Вот сегодня это, сегодня я говорил утром с первым заместимым губернатором Александром Атольевичем Чуриным. Они уже готовили, мы вместе готовим соответствующий документ для губернатора области Горькова Сергеевича. И вероятно, выйдет он с нашей позиции на руководство российских железных дорог. Ведь главное, что, есть русская хорошая пословица, под лежачий камень вода не течет. Поэтому тот бизнес, который жалуется на жизнь, но не вносит предложение, который не предпринимает таких шагов, это не наш бизнес. А все-таки на что жалуются сейчас в основном предприниматели, в том числе и вам, такие основные проблемы? Да вы знаете, как бы жалобы-то не типового характера, но... Среди налоговой нагрузки нет? Ну, вы знаете, налоговая нагрузка, если сегодня системно не менять, и если, так сказать, понимать, что мы все делаем общее дело, то, в общем-то, жить можно. Ситуация в чем? Конечно, это системная проверка. Вот бизнес, допустим, сегодня делится по технологическим процессам, логистика, производство. Налоговики считают, что это уход, оптимизация налогов. Но оптимизация же, в общем-то, правильно. Себестоимость, она должна производство продукции всегда четко, жестко уверяться. Тогда и цена, конечно, будет соответствовать рынку и соответствовать покупателю спроса населения. У нас не всегда понимание. Но, вот в последний период мы решаем эти вопросы методом переговоров. Садимся за один стол, круглый, квадратный, неважно, и находим решение этих вопросов. И сегодня эта работа стала, по крайней мере, прозрачной. Считаем, что это результат вот нашего убеждения в течение ряда времени. Что я на духе переношу, что сегодня открытое правительство России, есть такое у нас, фактически принуждают контрольные органы ежеквартально отчитываться перед бизнесом. Причем не меньше 200 человек в зале должно сидеть. Вот мы считаем, что дикий формализм, и этого не надо. Нужна работа на понимание. Она у нас сегодня складывается. Огромное спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы.